Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Вторые игры «Дети Азии» в эфире Матч ТВ. Мы с вами в Кемеровской области, в регионе Кузбасса, который принимает эти соревнования в 2023 году. Для вас работает Елизавета Кожевникова, и сегодня горнолыжная программа заканчивается. И заканчивается она супергигантом и командными миксовыми соревнованиями. Место проведения и того, и другого является эта замечательная арена гора Югус. Вы видите, что здесь есть горнолыжные трассы и трамплинный комплекс. Одна из старейших горнолыжных школ и России, и Советского Союза, откуда родом замечательные советские и российские атлеты. И Владимир Макеев, и Елена Панченко, и Сергей Майтаков, и Анастасия Попкова, которая сейчас работает в сборной команде страны, и многие-многие другие всех за годы существования этой школы, которая насчитывает более семидесятков лет, и не пересчитаешь. Ну что, минус 2 градуса. Весна потихонечку подбирается в этот регион тоже. Кстати, сегодня календарное начало весны. Поздравляю вас с этим праздником. Ну и напряженный рабочий день для судейского корпуса, для вещателей в Москве и на арене, ну и для самих спортсменов и всех тех, кто о них заботится, им помогает. А это, безусловно, и оргкомитеты, тренеры, и поддерживающий корпус, поддерживающий персонал команд. Региональных, ну и, безусловно, родители, потому что все-таки мы с вами следим за турниром, который называется «Дети Азии». Горнолыжный спорт – это очень затратный, очень беспокойный вид спорта, который требует абсолютной приверженности со стороны и семьи прежде всего. Итак, начинаем мы с супергиганта. Сначала девушки выйдут на дистанцию, и 29 человек у них в заявочном листе, потом вслед за ними мужчины выйдут на эту более длинную трассу, которая требует более длинных лыж, более другой техники, больше обслуживающей скоростные критерии. Соответственно, здесь все стоит на обслуживании принципа аэродинамики, скорости, поэтому ребята будут работать в более плотной аэродинамической стойке. Ну, это я уж объясняю для тех, кто не очень вовлечен в горные лыжи. Хотя сложно себе представить, что в 6 часов утра кто-то к нам присоединился для просмотра этого очень специфического турнира. Они часто такие залетают на вообще федеральный спортивный канал и не разбираются в разнице между гигантом, слаломом и супергигантом. Говоря о первых двух, у нас уже прошли соревнования в гигантском слаломе. Софья Гусарова, Ксения Подлепчук и Яна Полянская стали призерами в специальном слаломе. Ксения Подлепчук из Башкортостана выиграла. Софья Гусарова тоже была на подиуме с серебряной наградой. Это красноярская горнолыжница. Вчера осталась Дарья Косолапова из Дальневосточного федерального округа. Вчера взяла бронзовую награду. Ну и как обстояли дела на топовом турнире нашей страны в этой дисциплине? Софья Решетник из Красноярска стала чемпионкой России. Злата Гаркушина, Московская область, серебряная награда. И Кристина Токаренко из Красноярска стала третьей. Что касается Решетник, то безусловно она была, она есть одним из главных фаворитов. И сегодня тоже она была фаворитом на двух предыдущих дисциплинах. Поскольку выиграла еще гигант на Кубке Шеклесламова и Слалом, там тоже она выиграла. Но пока зачетные показатели здесь, в Междуреченске... Решетник такие. Четвертая она была в гиганте, 22-й в Слалом. Сейчас мы пытаемся сориентироваться, что происходит. Во-первых, не вышла на старт Валерия Гаврилова, представительница Кыргызстана. И Викторию Маликову сейчас тоже отстраняют от старта. Из того, что я успела ухватить, стоит, вероятно, вопрос о отсутствии или наличии какой-то протекции для позвоночника. Давайте будем разбираться в этом дальше. Если будут какие-то более конкретные объяснения, то надеюсь, что наша редакторская группа их получит и ретранслирует сюда, в Москву. Виктория Маликова, подчеркиваю, в последний момент отстранена от старта. Да, не было защиты, использующейся для позвоночника, для спины. Сейчас это обязательная история. Вы, наверное, слышали, что в Кубке мира обязательной к использованию является сейчас и аэрбэк еще. Но здесь, как вы видите, скорости не такие. Но в целом вот этот базовый уровень защиты обязателен. Жаль. Призера первенства России в слаломе и комбинации, к сожалению, сегодня мы в борьбе не увидим. Пхипкисон Пхичая Порн из Таиланда тем временем прибывает на финиш. Напоминаю, что соревнования у нас имеют международный статус. Здесь принимают участие и спортсмены из Таиланда, и спортсмены Узбекистана, Казахстана, Киргизстана. Одну сегодня, к сожалению, не увидим. Вчера был такой особенный репрезентативный заезд, который афганских спортсменов включал. Вот как выглядит эта гора. Верхушка Югуса расположена на высоте 550 метров над уровнем моря. Ну и информация, поступающая сейчас из Междуреченска, Виктории Маликовой. Все-таки обеспечена защита для позвоночника, и ей дадут возможность старта. Номер 5, расставьте. 5, 4, 3, 2, 1, марш! Ксения Подлепчук, вчерашняя победительница, представительница Башкортостана, тоже снимается с дистанции. И Анна Супрул сейчас выходит на трассу. Ну и вот, смотрите, чем является детский супергигант. Это более длинное расстояние ворот, нежели в гигантском слаломе. Расстояние между воротами, нежели в гигантском слаломе. Но покороче, нежели в скоростном спуске. Междуреченска является привычной исторической ареной для гонок юниоров. Здесь и соревнования по скоростному спуску в свое, в мое время тоже проходили. И это была такая одна из любимых для подростков трасс, потому что она такая безопасная, скоростная. И здесь можно было оттачивать навыки и технические, и конкурентные, при этом не подвергая себя суперстрессу. Мой папа, например, с ужасом вспоминает, как оно все было в Букуриане устроено. Алмата тоже принимала соревнования для подростков, невзирая на то, что это одна из самых технических сложных аренд, где требовались уже изощренные навыки, многие падали, получали травмы. Как-то без современных сантиментов лет 35 назад к этому относились. Но вот сейчас вы видите, что склон абсолютно безопасный, оборудован и редутом сеток защитных, и хорошо готов. Ну что, решетник, обладательница золотой награды и первенства России в этой дисциплине, пока привозит лучший результат на финиш. Мария Пичугина уходит на трассу, местная кузбасская горнолыжница, и посмотрим, насколько время красноярской спортсменки надолго останется конкурентным, останется лидерским. И, повторюсь, все-таки две предыдущие гонки для Софии прошли, очевидно, ниже ее ожидания. Это было видно по ее вчерашним эмоциям на трассе специального слалома. Во-первых, точно совершенно не работалось вот так потоково, так автоматически, как хотелось. Но вторую половину второй дистанции она доезжала уже, буквально опустив руки. Пичугина проигрывает 2 и 4. Да, да, я скажу. 2 и 6. 8 на старт. Работай. 5, 4, 3, 2. Олеся Жукова уходит на трассу. Как там, вон, учетники? Ну и вот эти последние слова перед стартом, они очень важны. Собственно, это фокус такой, ключевой фокус, который атлет должен реализовывать на дистанции. То есть, давай, работай, это слова, которые подразумевают. Будь активный, не подсаживайся, не залипай, просто будь сфокусированный, будь активный. И это действительно лучшие слова, которые можно сказать атлету, Потому что здесь нельзя говорить ничего негативного, не фокусировать ни на какие ошибки. Это должна быть абсолютно такая позитивная, конструктивная команда. Олеся Жукова, секунду 0,6. Да, зацепила плечом. Древко. Секунду пока проигрывает. Вчера показала седьмой результат в Слаломе. Шестой она встала на первой гигантской гонке. Представляет Дальневосточный федеральный округ. За Магадан соревнуется эта горнолыжница. Одна из лучших горнолыжниц сибирского региона. Выиграла объединенное первенство Сибири и Дальнего Востока в нынешнем сезоне в гигантском Слаломе. Второй была в технической дисциплине на призе Шехлесламова. То есть уже сейчас мы можем говорить о том, что она сильный техник. Ну и как будет развиваться ее карьера в отношении быстрых дисциплин. Посмотрим. Следующая участница это Арина Мокина, уральская горнолыжница. Итак, стойка, низкая траектория. Не про кратчайшую траекторию мы говорим в супергиганте скоростном спуске. Мы говорим про ту, которая обеспечивает наилучшее скольжение. Потому что здесь на более высоких скоростях центробежные силы, как вы понимаете, работают, воздействуют на атлета в большей степени. И нам важна такая траектория, которая обеспечивает наименьшее сопротивление, но хорошее, достаточное сцепление со снегом. То есть если надо, нужно где-то совсем рано заходить на поворот. Именно за тем, чтобы, учитывая линию спада склона, учитывая, что там будет при выходе из поворота, обеспечивать вот это классное быстрое скольжение, беспроблемное сочленение поворотов и отсутствие каких-то резких движений. Потому что иначе потом скорость... Ну, естественно, это приводит к потере времени и к сложности в возвращении скорости. Ну и здесь здорово, что склон весь просматривается без... Здесь есть факторы смены профиля, смены профиля, но все-таки это не тот жесткий профиль, который мы видим на тяжелейших трассах Кубка мира и чемпионатов мира. Софья Гусарова привозит на финиш хорошее время. 0,6 секунды она проигрывает решетниковый... Решетник. Арина Емелькина уходит на трассу. Местная горнолыжница. Напомню, что Гусарова выиграла первую слаломную гонку здесь в Междуреченске и была второй вчера. 12-й, Самира Аматова. Кыргызстан не стартует. Жестковато выводит лыжи из поворота Арины Емелькина. И вы видите, что корпус хоть так ручками прикрыт, но все равно плечики открыты. С другой стороны, для супергиганта, который, по сути, повторяет собою ритм-дук, который присущ спортсмену, когда он катится свободно, когда он катится органично, без трассы. Здесь очень важно, насколько спортсмен прорабатывает конец поворота. Больше двух секунд проигрывает Арина Емелькина на своей домашней дистанции. Самира Аматова из Киргизии не выходит на трассу. И это уже второй горнолыжник из Киргизстана, снявшийся с дистанции. Варвара Варич. Московская горнолыжница. Призер первенства России в гигантском с лаломе. Здесь в гиганте она не финишировала, а вот с лалом у нее получился. Ну вот, когда мы говорим о чистоте скольжения, вот этот двойной вираж синий-красный в исполнении Варри как раз не демонстрировал чистоту. Вы видели, что она запоздала в него и вынуждена была так конкретно давать по кантам, поэтому целый шлейф снега вырвался из-под лыж. Две секунды отставания от Софьи Решетник. Пять, четыре, три, два, один. Софья Хамитова выступает за Республику Башкортостан. Бронзовый призер первенства России нынешнего года начала турнир Дети Азии с восьмого места в гигантском слаломе и вчера показала одиннадцатый результат. Здесь пытается все-таки пораньше начать работать, потому что дальше ее ожидал перегиб двойной левой проходит нужным образом. С хорошим таймингом идет по дистанции, но я уже упомянула, что тайминг, то бишь ритм прохождения важен, стойка важна. А что еще здесь важно? Конечно, подготовка лыж. То есть выбор мази на сегодняшний день сегодня у нас сочетание такого относительно свежего снега двухдневной давности и относительно теплого дня, минус два градуса. Сейчас за бортом Дарья Косолапова, призер слаломного соревнования, представляет Дальневосточный федеральный округ. Призер первенства России нынешнего года вот тут вот стянуло ее на нижнюю траекторию, вынуждена была подняться из стойки, чтобы форсировать с начала следующего поворота как-то вернуться в хороший ритм. Думаю, что ожидала большего. Пока четвертый результат секунды и 18 отставания. Косолаповой 49 55 Косолапова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 2.17 отставания от Софии Решетник Затослава Титко уходит на трассу Уральская спортсменка Посмотрим, как выступит Виктория Маликова Если ей дадут перестартовку А пока обещано, что ей дадут Почему? Потому что сейчас очень интересно посмотреть, как москвичи выглядят По сравнению с спортсменами из других регионов С одной стороны, тренировочные путешествия в Европу сейчас закрыты А мы знаем, что, скажем, Новопеределкинская школа и подмосковная школа В Деденево они все-таки делали ставку именно на европейские кемпы С другой стороны, у нас есть свой Эльбрус Пока, к сожалению, это единственная площадка, которая... Ну, вот еще вулканы есть, камчатские, да Это вот две площадки, которые могут принимать летние снежные тренировки На Камчатке лететь сильно дольше, чем до Европы Но веду к тому, что интересно будет обнаружить, насколько у москвичей сейчас накат соответствует Их региональным соперникам Потому что, как вы понимаете, в Москве соревновать и тренировать быстрой дисциплины невозможно И даже в Подмосковье невозможно Для этого нужно уезжать в какие-то горы И, опять же, довольствоваться только зимними тренировками Этого тоже мало для тех горнолыжников, которые метят в результативную зону Финиширует Екатерина Познякова из Кузбасса с достаточно весомым отставанием Софья Гончаренко отправляется на трассу Не финишировала она в Гиганте Вчера в 19-й стала в Слаломе Последний раз она выступала на этом склоне в 2021 году Ну и как раз для нее базовой опорной тренировочной локацией является Южно-Сахалинский центр спортивной подготовки «Горный воздух» Она находит, что эти два профиля, эти два склона, они домашние Это вполне себе сравнимы Это все очень здорово Здорово, что она чувствует себя здесь комфортно Но конкуренция есть конкуренция И, безусловно, Софья отдавала себе отчет, что девочки здесь хорошо готовы И приехали за прочными результатами Напоминаю, что решетник лидирует Гусарова вторая Жукова пока на третьей позиции Кристина Токаренко Сибирская спортсменка Ох, начинает здесь затягивать дугу Стаскивает ее вниз Это было опасно, потому что Опасно для скорости, естественно, не для здоровья Потому что здесь трасса совсем выполаживается Бронзовый призер Первенство России в супергигантском славу Это я про Токаренко говорю Мария Мишелова из Республики Башкортостан Помягче, помягче здесь можно на этом склоне работать Без вот этой вот силовой точки Которую мы видим в конце поворота Ну вот эта силовая точка К сожалению, вот это резкое перекладывание С одной лыжи на другую И привела к проблеме Сообщает о том, что с ней все в порядке Эмоции говорят о другом Ну вот что, потихоньку, буквально сантиметр за сантиметром И ее все-таки стащило на низкую траекторию И дальше ее выбросили центробежные силы на бруствер Он свежий И как раз там вот эта история синхронизировалась Попадание на свежий снег Резкое торможение Резкая потеря скорости И апекс поворота А он у нее очень острый Он у нее как у гигантиста Все-таки супергигант Быстрая дисциплина Требует более мягкого Более затянутого Перекладывания с лыжи на лыжи Ох-ох-ох Ну хоть и просигнализировала Всем, что с ней в порядке Есть вот этот жест Поднять руку Когда ты чувствуешь, что Ты в порядке безопасности Вы видите, что на самом деле Это не так И требуется помощь Участница по номерам 20 Спросили Да тебе Естественно, все обеспокоены У многих уже Даже к этому возрасту А мы с вами смотрим гонки 14-15 летних спортсменов Уже есть Опыт травм Ну что, сейчас Нужно дать возможность Этим эвакуационным процессом Быть проведенными Пока возьмем паузу Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возвращаемся на вершину горы Йогас, где стоит Этот стартовый лагерь Сегодняшнего супергиганта Ну и вы слышите, что Гонка прервалась Девочки стоят, ждут Своей очереди на старте И по рации Поступает информация о падении Марии Мишеловой Не самая нужная информация Для тех спортсменов Которые ждут Своей очереди Потому что у них должен быть Фокус на другом На том, что Они в целом В такой рабочей Относительно безопасной Обстановке Эту безопасность Определяет их навык Их наученность Их опыт И это то, что надо Надо себе напоминать В этот момент Иначе Тело будет чувствовать угрозу И запустятся Все эти защитные Реакции Тело Напряжется И Не сможет работать Раскрепощенно И вот тогда Действительно Будут проблемы Ну и вот смотрите Насколько Скоростная Расстановка Этой дистанции Ворота Совсем не закрыты То есть Для этого профиля И для сегодняшнего Состояния снега Наверное Это Максимально Открытый рисунок Трассы Который позволяет Развивать Максимальные скорости Здорово, что Вся эта заботушка Здесь на старте Происходит Там один тренер Упаковал Свою воспитанницу В курку Другой И тренер Разговаривает с ней Потому что Конечно Сейчас Все понимают Что Было падение Что Падение Достаточно Серьезное Люди Повторяю Это все-таки Такие Достаточно Автоматические Существа Которые Которые Начинают Испытывать Эмоции Просто По принципу Рефлекса И Понятное дело Что У всех Сейчас На старте Тревога Повышена И сейчас Очень Важно Эту тревогу Купировать Как раз Вот этой Заботой Разговором Со спортсменом Возможно Проговариванием А что Ты сейчас Чувствуешь Какие-то Напоминалочки Коротенькие Давай с тобой Подышим Давай с тобой Вернемся В текущий Момент Да Всякое Может случаться Но мы с тобой Хорошо Натренированы Вот Так что То что мы с вами Видим Улыбающегося Тренера Разговаривающего Тренера Это Прямо Простите За жаргон В кассу Да Да Вече Слушала Подкаст Такой Очень Информативный Американский Подкаст Горнолыжных Американских Американского Резерва Да Он Назвается Next Turn Как раз Адресован Спортсменам Вот этой категории То есть Дети Молодежь Те Кто Только Переходит Во взрослый Горнолыжный Спорт И там Были интервью Трех мам Горнолыжных Мам Кохран Зигл Мэнсон Грей Ну их детей Мы с вами Уже Хорошо Знаем В Кубке Мира На чемпионатах Мира И Райан Кохран Зигл Это Призер Олимпийских Игр Феликс Мэнсон Один из Топовых Шведских Спортсменов Грей Тоже давно Достаточно В сборной Вот Они Очень Живописуют Эти мамы Как они Переживают Моменты Травм Своих детей Именно Моменты В гонке И Все Сводятся Сходятся К тому Что Смотреть Это В открытую Совершенно Невозможно Они Сейчас Чаще всего Или Смотрят Гонку По Лайфтаймингу Или Занимаются Чем-то Другим Например На лыжах Катаются Моют Посуду В общем Не Смотрят Видео Гонки Потому что Это Очень Тяжело Это Очень Страшно Особенно Страшный Случай Падения Собственного Ребенка Анна Худенко Из Кыргызстана Не вышла На трассу Мария Логузова Московская Спортсменка Сейчас На трассе Ну И Надеюсь Только Что Это Пауза Ее Переработано Здорово И Эмоции Ее Не Не стухли Не Замариновались Не Пришлось Их Подавливать Подавлять И Похоже Мы Сейчас Увидели Что Тело Работало Относительно Штатно То есть Каких-то Крупных Сбоев Связанных С напряжением Эмоциональным Напряжением Мы Не Заметили Ни Ни Крупных Ошибок Ни Крупных Потерь Траектории К сожалению Со Временем Сейчас Был Сбой 50-58 Яна Полянская Бронзовый призер Гигантской гонки Здесь Междуреченская Вить Что Достаточно Миниатюрная Двойной Левый Проходит В открытой Стойке Ну и Опять же Использует Вот Этот Стиль Катания Очень востребованного На гигантском Славе Где-то Пожестче Где-то Ей все-таки Удается Смягчить Скольжение И снова Ну лично Мне трудно Сориентироваться О том Как ее Результат Соотносится Со временем Софьи Решетник Марьяна Бондарева Дальневосточная Спортсменка Здорово Здесь Выступает Гигантия Была В топ Пятерки Ну славным Удался Чуть меньше Призер Краевых Соревнований На хорошем Ритме Идет Это Миниатюрная Горнолыжница Как раз Делая Ставку На Мягкое Перекладывание Из поворота В поворот Без Насилия Над снегом Над склоном Здесь Немножко Учищается Расстановка Перед Финишем Секунду 89 Проигрывает Она Софья Решетник Пока Девятый Результат Дарья Герасима Кузбасская Спортсменка Призер Перевенства Новокузнецка Нынешнего года Не финишировала В гиганте В начале Третьего Десятка Остановилась В специальном Слаломе То есть Мягко говоря Чувствует себя Нереализованной Здесь Ну и Эта Нереализованность Она Естественно Становится Причиной Такого Продолжения Эмоций По цепочке Начинает Развиваться Об этом Я часто Говорю И Когда не получается Одно Потом Идет напряжение Потом Не получается Другое Это только Усугубляет Напряжение Опять Третья гонка Серии Мы видим В каком В каком Она Сейчас Напряги Прямо Со старта Мы увидели Такой Разлад Спонтанной Координации Движения Она ошиблась При отталкивании И И дальше Снова Здорово Вот это Вот все Цепляется Одно За другое Мучилась Всю дистанцию Позитивные Новости С финиша Все В порядке С Марией Мишеловой По крайней мере Пока Окинув Внешним взором И оценив В общем Ее состояние Пришли к выводу О том Что это Только Сильный ушиб Но Думается Дальнейшее Обследование Оно Никогда Не повредит Варвара Петрова Пашкирская Спортсменка 16 Результат В гигантском С лаломи Повыше Повыше Вот Если бы Точку Апекса Сместить На 2 метра Выше То Понятно Что Выход Из поворота Был бы Более Мягкий Ну и Виктория Маликова Видите Снабженная Защитой Для Позвоночника К сожалению Промариновали До Конца гонки Не к сожалению На самом деле Это данность Это Это еще Реверант Со стороны Организаторов Что ее Допустили Потому что Нарушенный Регламент Есть нарушенный Регламент И В общем-то Они Такой благости Могли бы И не делать Но Так или иначе Трасса Несколько Подразбита Ну Что есть То есть Посмотрим Как она С этим Справится Сейчас Нужно Работать С Немножко Разбитым Рельефом Ну И Все это Время Ей Нужно было Работать С собственными Эмоциями Третий Результат 75 сотых Секунды Она проигрывает Решетник Но Все равно В призах И Конечно Это Классная Награда За Все Треволнения Которые Приходилось Переживать Последние Полчаса Когда ее Сняли с дистанции Когда решался Вопрос Дадут Ей эту защиту Не дадут Софья Денисова Заключительная Участница Этой Гонки Представляет Уральский Федеральный Округ Два Восемнадцатых Результата Застал Билла Здесь В Междуреченске И в Гиганте В Славломе Стабильный Стрезник Мастерства Ну что Видим Что Сама Очень Старается Но Лыжки Катятся Медленно Ну и Опять же Важно Здесь Следить За Параллельной Растановкой Параллельной Постановкой Лыж Понятное дело Что у нас есть Угловая Фаза Но она Все-таки Не постоянно Не все Сто процентов Времени На трассе Длится А у нее Вот эти Вот эта Позиция Ножки Домиком Постоянно Закантованные Лыжи Они от первого До последнего Метра Дистанции Были Поэтому Пять секунд Отставания Софья Решетник Софья Кусарова Виктория Маликова Наши Сегодняшние Призеры Молодцы она Решетник Маликова Не сотрудничает На трассе え Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вчера самая досадная из всех медалей деревянная за 4 место в специальном слаломе Бронзовый призер первенства России в слаломе Хороший техник, потрясающий техник в своей возрастной категории Ну а здесь фиксируем время 48.37 Для спортсмена из Башкирии Александр Соколов, москвич, уходит на дистанцию Мы таки подтвердили, что Москва, невзирая на международную изоляцию, все-таки выкатала своих спортсменов Ну, по крайней мере, мы предполагаем это Я так, с одной стороны, посматриваю соцсети и видим, что на Эльбрусе ребята тренируются С другой стороны, мы видим, что это не просто тренировки в никуда, а в виде выхлопа прекрасный результат То есть, сегодня Маликова на третьем месте при крайне неблагоприятных, чисто психологических сопровождающих обстоятельствах Это о многом говорит Второй результат для Саши Соколова, 0,87 с плюсом На первенстве России в супергиганте выиграл сочинец Кирилл Русаков Он здесь не гоняется Второй был Роман Норчуганов, представляющий Иркутска И Влад Юревич взял бронзовую награду Последние двое сегодня в заявочном списке Денис Конюхов, насколько я понимаю, не вышел на дистанцию Артем Щелоков сейчас работы, представляет Кузбасский регион 15-й в Гиганте, 14-й в Слаломе То же время, что и Тимофей Кельдюшкин демонстрирует на финише Артем Щелоков 5, 4, 3, 2, 1, марш! Тимур Царьков Поступающий за Магадан 13-ю позицию занял в Гигантском Слаломе Вчера попал в топ-десятку на первенстве России Победитель гиганта, победитель комбинации Так что один из фаворитов сегодня Повыше скорости у ребят Понятное дело, что в этом возрасте, 14-15 лет, специализация Деление на специализации технические и быстрые дисциплины Оно еще не произошло Оно только-только начинается Пока 29 сотых секунды отставания То есть он вслед за Кельдюшкиным и Конюховым располагается С учетом того, что у них общее время Максим Ураков Уральский спортсмен Не финишировал здесь на Гиганте Слалом относительно компромиссный Не сумел попасть в топ-десятку Работает такой под закрытой стойки Сложно назвать Прямо низкой, эффективной, аэродинамичной Для супергиганта, для мальчишек Особенно крупных мальчишек Наверное, это оптимал Потому что с одной стороны ты закрываешься Создаешь аэродинамику С другой стороны все-таки Ты даешь себе пространство для маневр С тем, чтобы маневрирование получилось не жестким Не агрессивным Повторяю, здесь важно мягко вести лыжи Результат Максима Уракова 49.52 49.52 секунду и 15 сотых Он проигрывает двум нынешним лидерам А пока Влад Юревич Еще один сильный Почти мастер на дистанции Призер России в этой дисциплине Два подиума Два вторых места уже здесь В Междуреченске Ну и мы с вами увидели Лучшие секунды За семь прошедших спусков Сэндэн Патарапон Королевство Таиланд Ну как-то робко он начинал здесь На гигантском славу Вчера мы уже видели, что Вторая попытка гиганта уже была Поувереннее вчера Так совсем освоился Посмотрим, как будет чувствовать себя На самой быстрой дисциплине Результат Владислава Юревича Игр Дети Азии И там, где покруче он встает повыше Где склон выполаживается Лучше просматривается Он прям складывает в точку себя Абсолютно все по делу выполняет Здесь чуть-чуть потерял траекторию Но вопрос совсем не в этом Вопрос в его позитивном настрое В таком базовом умении Работать на подобных скоростях Марк Степаняна Выходит на трассу Бронзовый призер здешних соревнований В специальном славу В гигантском славу Простите Ну и тоже Подтверждение моих слов О необходимости параллельно вести лыжи Вы, наверное, обратили внимание Как он после расталкивания Отследил, как у него Лыжи стоят Ну, вы, может быть, спросите Неужели они не чувствуют? Часто не чувствуют По двум причинам Во-первых, нервозность перестарта такова Что психика немножко диссоциирует ощущения То есть притупляет ощущения Сигналы от тела Которые мы называем проприоцепция Ну и даже во внесоревновательной ситуации Мы часто получаем искривленную сигналику Больше секунды проигрывает призер гигантского слалома Ну, по крайней мере Здорово, что финишировал Потому что слалом он до финиша не доехал Еще один спортсмен из Таиланда Классный план, который дает нам представление О профиле Срединной части дистанции Вы видите, что там и крутячок Вполне Уважительный Потом трасса выполаживается Но все равно средний градиент достаточно высокий Так что Есть где работать Есть Где применить внимание И тонкое скольжение 7 секунд отставания Здорово, что Оба Оба спортсменов из Таиланда Не испугались скорости И Такие Вышли на старт супергиганта Роман Нарчуганов Красноярский спортсмен Уходит с этого самого старта Его партнер по команде сейчас лидирует Вчера в слаломе забрался в топ-10 Этот спортсмен из Иркутска На первенстве России остался без медалей На все росых В полярных зарях В Красноярске Ему все-таки удавалось попадать на подиум Но вот здесь, к сожалению, он совсем теряет траекторию Но Смотрите Не от плохой жизни, а наоборот от хорошей Это произошло, потому что Видать На высоких ходах Вот эта чуть более уплотненная расстановка ворот Перед финишем заставила его Выпасть на более широкий радиус 21 сотую он Снимает с результата Влада Юревича 47-78 47-78 Так, без эмоций он к этому отнесся Иван Шадрин Пашкирский спортсмен Возвращается на оптимальную траекторию Хотелось ему пожелать повыше Начинать поворот и помягче катиться Он все это сделал, но во второй половине дистанции Все-таки время уже было потеряно Матвей Лисков Восточный гонщик 10-й в гиганте 19-й в специальном слаломе Крупный Попутного ветра ему в Супер-Джи Вместе, где Крупные горнолыжники Чувствуют себя Более в своей тарелке Хотя, безусловно, не все сводится Лишь к конституциональным характеристикам В высоком росте, в большом весе И в крупных габаритах Нет, конечно, хорошего спусковика Делает не только рост и 100 килограммов Нет, это еще спокойная психика Которая нормально перерабатывает стресс, страх Это очень высокая чувствительность Что, кстати говоря, является антитезой к спокойной психике Потому что часто у нас Эта чувствительность от сигналов тела От мышц То, что мы называем пропориоцепцией Она как раз является Дополнением к чувствительной психике То есть, очень часто Спортсмен может Очень сильно переживать стресс Но обратной, такой позитивной стороной Этого качества Как раз является Тончайшая способность Ощущать все сигналы От снега От профиля Реагировать на них очень быстро Вот И вот этот вот классный баланс Спокойная психика Но при этом Высокая чувствительность К Гоночным реалиям Вот это делает Спусковика хорошим спусковиком Роман Нарчуганов Отодвигает Влада Юревич На вторую позицию Артем Щелоков Идет третьим И у него одинаковое время С Тимофеем Кельдюшкиным С Тимофеем Кельдюшкиным Редактор с Тимофеем Кельдюшкиным Подписывайтесь на наш канал Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Трассу супергигантского слалома Междуреченска И игры Дети Азии Вот только что посмотрели За кадром оставались Для вас Но все равно кадры Заметленного повтора Спусков действующих Лидеров Лишний раз Отметила Что Теперешний лидер Роман Нарчуганов Точно Совершенно Сегодня Может Во многом Своё лидерство Списать На классно Приготовленные Лыжи Уж не знаю Сам он их делал Или тренер этим Занимался Но Там были очень серьезные Огрехи По скольжению Ведь Для того чтобы Не Для того чтобы избегать Резких движений Которые В свою очередь Убегают Убивают скорость Важно что делать Пораньше и повыше Начинать поворот И это Позволяет Поспокойнее Заканчивать поворот Без Вот этого Форсированного движения Которое Абсолютно Пришибает Ход Финиширует Данил Ярусалимов Здорово Что Получает Такую поддержку С финиша Все таки Совсем уж Местный Атлет Из Междуреченской Школы Михаил Новосельцев Выходит На дистанцию Представляющий Сибирскую Команду 18 На гигантском Слаломе Казал 11 Результат Вчера Ну и вот Здесь Это мягкое Скольжение Мы видим Нет Форсированных Силовых Точек Ну По крайней мере Если только Он сам себя В ловушку Не загоняет Очень все Округло Гладенько Здорово Пускай это Такие секунды Какие мы С вами Видим Но Биомеханически Это Классное Катание Опять же Подчеркиваю Лыжи Лыжи Мрознь От лыж Сейчас Очень много Зависит Пять Четыре Три Парш Кирилла Новопашин Отправляется на трассу И опять же Мы с вами Толкуем Про то Что конечно Родители Пытаются И школы Школы Тоже пытаются Закупать Хорошие Спортивные Лыжи Но Нужно еще Икстарта Подготовиться И вот Здесь уже Большую роль Играет Из какого места Руки Растут Сам ли Атлет Их делает Умеет ли он Их хорошо Делать Или Кто-то Ему помогает Уметь ли Этот Человек Сделать Максимум Работы Мы все Таки С вами Регулярно Сталкиваемся И И в Биатлоне И в Лыжных Гонках Вот Эту Разницу В Подготовки Лыж Казалось бы Одна и та же Региональная Команда Но У одной Лыжи едут У другой Нет Хотя Один и тот же Сервис Ими занимался Результат Кирилла Новопашина 49 93 Артем Гориславский На трассе Вчерашний Удивительный Победитель Слалома Возможно Для его Соперников И Идюшкина И Юревича Это было Удивительно Но Уверена Что Сам Он Знал Себе Цену И Знал Тот Объем Подготовки Который Выполнил Подводясь К этому Турниру Из Космоса Конечно Такие Результаты Не Приходят Секунда И 34 Отставание От Нарчуганова Седьмая Позиция Пока 5 4 3 2 1 Нордалот Аделбеков Из Киргизстана Не Вышел На Трассу Зато Сейчас Алексей Трищ Работает 49 12 Спаский Спортсмен И В гиганте И Специальным Слалом Попал В число Лучшей Десятки Немножко Забрасывает Лыжки Жестковато Ну вот В чем преимущество Местной публики Местных Горнолыжников Прежде всего В том Что Они конечно Неоднократно Выступали На этом Склоне Если ты Не тренируешься Здесь 7 дней В неделю Да Как Иерусалимов В отличии от Скажем Дальневосточных Атлетов Которые Девочки Сюда Приехали Только Два года Назад В последний раз Ну и Конечно Вот это Ощущение Своего Снега Которое Оно уже Настолько Бессознательное Сенсорное Что Человек Абсолютно Прикатан К этому Снегу Знает Какое давление Он Выдерживает И как Вообще На нем Себя Вести Вот Это тоже Естественно Мы можем Записывать В фактор Домашнего Преимущества Когда человек Приезжает Из совсем Другого Региона Скажем Москва Питер Или Дальневосточный Регион Где Снег Совсем Другой Им Все Так Нужно Прикатан Смортников Из Москвы Финиширует С более Чем Двухсекундным Оставанием Такой Достаточно Миниатюрный Спортсмен В технических В быстрых Дисциплинах Всегда Непросто Работать Нельзя Говорить Что Невозможно Опять же У Марселя Хиршера Мы знаем Что Это 174 Сантиметра Гонщик Ростом У него Есть Подиумы В супергиганте На этапах Кубка Мира То есть Возможно Найти Силовые Точки За счет Которых Ты Будешь Хорошим Техником Будешь Уверенно Работать И на Быстрых Дисциплинах Ну Естественно От трассы К трассе От склона К склону Эти шансы Или возрастают Или падают Алексей Колесников Проигрывает Ромаю Нурчуганову Две Секунды Олег Семенов Сибирский Гонщик Победитель Призер Своих Региональных Красноярских Соревнований В гигантском Слаломе Здесь Был 12 На вчерашней Слаломной Гонке Тоже Старается И Вроде как Ускориться В конце Поворота Но Не делать Никаких Резких Форсирующих Движений А вот так Ручками Вытягивать Себя С тем Чтобы Импульс Оканчивающий Поворот И Ускоряющийся Чуть-чуть Растянут Чтобы Не насиловать Снег Молодцом Здорово Хотя 12 Результат Возможно Кто-то Сочтет Его Неудовлетворительным Борис Замалдинов Республика Башкорна Борис Замалдинов Семенова 49 44 Представляющий Башкерскую Республику Близкие Результаты В гиганте В Слаломе За пределами Топ 15 Здесь В Междуреченске Но Все Росы В полярных Зорях Слаломе Выиграл Второй В Красноярске На Этих Бобрятских Соревнованиях На призе Шехлеслава Показал Третий Результат В Слаломе Суперджи Пока Ему Не очень Дается Теряет Траекторию А здесь Нужно Вести Скорость Потому что Здесь Выполаживается Здесь Поплотнее Расстановка И С теми Форсажами Которые Он Испытал В конце Второй Третьей Конечно Финиш Дистанции Будет Провальным Так и получилось 2.34 Отставания Матвей Суменков Дальневосточный Спортсмен Дальневосточный Федеральный Округ Результат Бориса Замолдинова 14 Результат В первой Гигантской Горке Сам Считает Что Это Важное Для него Соревнование А потому Без обедняков Готовился Здорово Когда такой Настрой Рисковато Выводит Лыжки Из поворота И вот Это Повлекло За собой Развал Стойки При переходе Из дуги В дугу Но в целом Резал Резал Дуга Была Относительно Чистая И пока Держит Пятый Результат То есть Уже Лучше Нежели Печер сильно Лучше Нежели Слал Результат Был в специальном Слал Местный Гонщик Штокгольский В гиганте Более близкой К сегодняшней Дисциплине Он оставил За собой 16 Результат Мягенько Идет Тепляет Флаг Но Надеюсь Что потери Времени Будут Небольшими 22 Ну что Вот здесь Похоже Ощущение Для него В Слал И в Супер Дже Они Ну совсем Разнятся Насколько Ему удобнее В коротком Ритмичном Виде Настолько Ему было Неудобно Сейчас Егор Харьков Московский Представитель Ох Как широко Это его Выносят С траекторией Надо работать Шел Действительно Очень Мягко Но Вот Тот факт Что Это округлость Была Она уж Какой-то Слишком Длинный К сожалению Привела К тому Что Иван Никитин Уральский Федеральный Проигрыш Вот такой То есть Техническое Исполнение Спуска На самом Деле Очень Добротное Там Важно Все-таки Посмотреть Будет Видео Аналитику И Решить В соревнованиях Как Нужно будет Скорректировать Траекторию Понятное Дело Что Эти Игры Азии Уже Сегодня Заканчиваются Нас Ждет Заключительная Дисциплина Она Будет Совсем Другой По Динамике Но Мы Все Время Исходим Из Того Что Любое Соревнование Это Лишь Ступенечка К Следующему Соревнованию И Поэтому Нужно Проводить Работу Над Ошибками Аналитику Всегда Даже Если Это Последняя Голка Серии Потому Что Будет Друга И Следующая Ну Что Финишировал Иван Никитин Роман Нарчуганов Сегодня Чемпионств Влад Юрьевич Проигрывается Одну Сотую Секунду Артем Щелоков И Тимофей Кельдюшкин Делят Третью Позицию С Одинаковым Временем Мы Берем Паузу Временно Благодарю Вас За Внимание Елизавета Кожевникова Ваш Сегодняшний Проводник По Этому Турниру И Нас Ждет Еще Одна Дисциплина Более Короткая Более Динамичная Параллельный С лалом В командном Микстовом Формате 9.40 По Москве Выходим В эфир КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа, начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Дамы и господа, церемония цветочного награждения победителей и призеров соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине «Супергигант». Награждение производит серебряный призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта, главный судья вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», «Бессмертных» Александр Андреевич. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok International Sports Game, «Бессмертных» Александр Андреевич. За третье место награждается Маликова Виктория, Москва. За второе место награждается Гусарова София, Сибирский федеральный округ. За первое место награждается Решетник София, Сибирский федеральный округ. Уважаемые спортсмены, просим вас задержаться для фотографирования. Пробожа в победителях и фрезеров громкими аплодисментами. Еще раз подарим аплодисменты победителям и призерам, дорогие друзья. Дамы и господа, начинается церемония цветочного награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». По лыжному спорту в дисциплине «Супергигант». Награждение производит серебряный призер Олимпийских игр в Сочи. По лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта, главный судья в соревновании вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии Бессмертных» Александр Андреевич. За третье место награждается Щелаков Артем Кузбасс. За третье место награждается Кильдюшкин Тимофей Башкортостан. За второе место награждается Юрьевич Владислав, Сибирский федеральный округ. За первое место награждается Норчуганов Роман, Сибирский федеральный округ. Дорогие друзья, уважаемые победители и призеры, просим вас задержаться для фотографирования. Продолжаем победителей и призеров громкими аплодисментами. Продолжаем победителей и призеров. Продолжаем победителей и призеров. П豐итесь, вперёд! Продолжаем победител hockey и verbess��수. Доброго. Осторожно победители и призеров хозяйственников до knows Jeg assumет Pregollis. Девушки из Азии закрыты. 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 Продолжение следует... 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 Раз, раз, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, три! Продолжение следует... 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 И настояла вся земля, О, понял я твое величие, Земля кузнецкая моя. О, понял я твое величие, Земля кузнецкая моя. И с тропа тяпостной мести Дерзала сердце боль украсть. По праву лучше своей чести Долг выполнял, успал солдат. Не только смерть бояка сила, Мы подалики от труда. Страну победе возносили Твои святые города. Страну победе возносили Твои святые города. Твои святые города. Компорт миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Капеля в Киев. Энергия-клорад. Твои святые города. Твои святые города. В Киеве-клораду. Твои святые города. Здравствуйте Продолжение следует... 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 погода с утра сегодня на этих клонах проводились соревнования в супер гиганте ну а сейчас одна из самых коротких дисциплин некий гибрид между слаломом и гигантом павел шестаков устанавливал эти две симметричные дистанции по этим трассам поедет поедут пары каждая команда состоит из двух юношей двух девушек соответствующим образом они через пассив будут вставать в пары и работать по принципу кто победит четверть финале у нас встретиться сибирский федеральный округ с победителем пары киргизстан таиланд у башкирской команду уже есть соперник московская команда тоже уже зафиксированная пара сборная кузбасса и уральского федерального округа ну а дальневосточным горнолыжникам мы сейчас скоро узнаем кто достанется соперники в этом отборочном раунде сборная белоруссии встретиться с командой сахар якутия и вот таким образом у нас сформируются сформируются участники четверть финала ну а дальше девочки будут сменяться мужской пары и и снова девочки и снова мужчины соответственно две женские пары две мужские будут работать в каждом сете в каждом на противостоянии в случае если вот в этой дуэли определяется равный счет то тогда победитель выявляется по лучшему времени совокупному времени лучшего мужчины и женщины итак отборочная пара победитель который отправится в четверть финал сборная киргизстана представляет собой валерию гаврилову дниса конюхова альмину и брагимову и ильгиз боепасулову ну а сборная таиланда привезла сюда троих все добросовестно выступали все трое в течение двух предыдущих дней да и сегодня тоже мальчики работали это тип керсон фича я порно компон сон на корн канна и девушка сэндайка под тарапол уже сейчас понятно что заключительный женский спуск киргизская горнолыжница поедет без пары так что сейчас представителям таиланда нужно работать как можно активнее судя по всему тут обратная ситуация тайская горнолыжница работает по красной трассе киргизская по синей похоже да все так поактивнее прошла валерия гаврилова выигрывает достаточно много 1-0 счет в этой паре 6 Денис Конюхов. Судя по всему, все-таки по красной трассе поедет, а его соперник из Таиланда, Корункан Хампунсон, по синий. Денис Конюхов. Нужно было провести в тренировке в быстрой адаптации к более коротким лыжам. К сожалению, тайский горнолыжник сходит с дистанции. Но у нас по отношению к графике зеркально обстоит ситуация в реальности. Итак, Киргизия 2-0. Альмина Ибрагимова выходит на дистанцию. Показал 23-й результат. Она в гигантской первой гонке. 25-й она стала во вчерашней слаломной. Не появятся у нее соперницы со стороны Таиланда. К сожалению, набрали только вот такой состав. Двое юношей, одна девушка. Получит удовольствие соперничество от выступления в четвертьфинале. И понятно, что там сборная Киргизии будет оппонировать Сибирский федеральный округ. Поймала хороший ритм. Итак, 0-3. Киргизия проходит вперед. Результат Альмины Ибрагимовой 30-48. Мужская пара. Ильгиз Байбасулов будет выступать за команду Киргизстана. За команду Таилана Патарапол Сэнгдан. Представитель Киргизстана работает по синему курсу. Гонщик из Таиланда по красной. И по красной трассе, к сожалению, похоже, он очень много пропустил, чтобы подниматься наверх. И правильным образом проходить створ. Поэтому, скорее всего, он сойдет. Допускает ошибку. И четвертый номер киргизской команды. Но здесь, что называется, все было по ходу, под лыжами. Поэтому можно было продолжить спуск. Команда Киргизстан идет дальше. Она встанет в противостоянии с командой Сибирского федерального округа. Ну, а сейчас Башкирия и Москва. А, нет, простите, у нас следующий отборочный раунд. Белоруссия и сборная Саха Якутии определяют между собой, кто отправится на фазу 1-4 финала. Варвара Погудина. Вы видите ее на синей трассе. Представительница Белоруссии. К сожалению, несчастно прошел для нее этот турнир. Не финишировала она и Республика Саха Якутия. Не финишировала она гигантский слалом. Арина Потасовская стоит на старте красной трассы. Всем удачи. Синяя готова. Внимание. Итак, напомню, что у победителей этого дуэльного противостояния в четвертьфинале будут выступать против дальневосточных соперников. Активно атакует Протасовская. Сейчас она по красной трассе работает. Следующая пара Никита и Ивлиев будет представлять якутскую команду. И Кирилл Борисевич работает за белорусскую команду. Борисевич на синем курсе и Ивлиев на красном. Оба не сумели доработать в первый соревновательный день, не финишировали гигантский слалом. Так что для них это возможность, по крайней мере, с приятным опытом, с ощущением реализации покинуть игры Азии. Прям очень удобный ритм для белорусского спортсмена. Вы видите, что в таких правильных угловых позициях пишет Дугу о двух ногах. Активно работает. Вот здесь немножечко его выбросило с нужной траектории. Но он вернулся и к ритму, и на соревновательный трек. Поэтому доводит противостояние до счета 2-0 в пользу команды Белоруссии. Следующие участники Александра Савинкова выйдет на синий курс. И ее оппонент со стороны команды Сахая Кутя Альбина Попок будет выступать по красной трассе. Тоже, вероятно, чувствует себя нереализованной. Белорусская спортсменка не завершила гигантскую гонку здесь на играх. Альбина Попок показала 24-й результат в первый соревновательный день. Аккуратненько работает якутская спортсменка. И куда больше уверенности у белорусска. Без приключений Савинкова финиширует 28.74. Ее время 3-0. Белоруссы проходят дальше. И там, напомню, они будут соперничать с ребятами из Дальневосточного федерального округа. Заключительная пара. Команда Якутии Александр Воробьев. И он поедет по синей трассе. И за команду Белоруссии работает Никита Скуратович. Он поедет по красной трассе. Все так. 22-й результат Скуратович показал на гиганте. Такой очень неплохо вытренированный. Достаточно техничный спортсмен Юрки. И в командном формате это может сыграть позитивную роль. Ну, скорее, не в контексте этого соперничества я толкую. Потому что здесь белорусы выигрывают в одну калитку. А вот в отношении одной четвертой финала, где соперники уже будут более наученными, более статусными и техничными. А это означает, что они сами на себя могут давить. Это я про дальневосточных атлетов. И здесь у белорусов будет шанс только при условии, если каждый поедет свою гонку. Результат Александра Валдьева. Не будет ничего усложнять. А там уж их соперники сделают то, что им будет доступно. Итак, Белоруссия проходит в одну четвертую финала и будет состязаться с коллективом из Дальневосточного округа. Это Олеся Жукова, Тимур Царьков, Дарья Косолапова и Артем Гориславский. Вчерашний слаломный чемпион. Ну что ж, отбор произведен. Сетка полностью укомплектована. Но сейчас самое время вспомнить, как развернулись баталии в этой дисциплине на первенстве России. В Белорецке проходило это соревнование. Победила сибирская команда, Красноярский край. Софья Гусарова, Никита Вологдин, Дарья Шашлакова и Владислав Юревич. Гусарова и Юревич соревнуются сегодня. Здесь они в заявке. Компанию им составят Яна Полянская и Роман Нарчуганов. Второе место тогда в Белорецке заняла Москва. Варвара Варич, Егор Харьков, Виктория Маликова и Егор Горбачев. Соответственно, все трое, кроме Горбачева, будут сейчас и здесь соревноваться. И Мособласть стала бронзовым призером. Анастасия Лесникова, Арсений Сухоруков, Кира Власова и Иван Пономарев. Итак, команда Кыргызстана. Валерия Гаврилова против Софьи Гусаровой. Гусарова работает на красном курсе, Гаврилова на синем. Софья Гусарова может записать эти игры себе в актив. Победа в гиганте. Серьезная награда в слаломе. Ну и вот этот некий гибрид между слаломом и гигантом она осваивает и сейчас тоже. Классный ритм. Финиширует Софья Гусарова. И Софья Гусарова финиширует с результатом 26-19. И приносит команде Сибирского федерального... Одно очко у сибирской команды. Следующий на старт выйдет мужская пара. За сибиряков поет Владислав Юревич. Двукратный обладатель подиума этого междуреченского турнира. И оппонировать ему будет Денис Конюхов. Обладатель 27-го результата в гигантском слаломе. Так что немножко диспропорциональная история. Юревич на синей трассе. Синяя готова? Конюхов на красный. Немножко теряется Конюхов. В ритме потерял скорость. Ну а у Влада Юревича все абсолютно в порядке. Совсем выпадает, к сожалению, с дистанции спортсмены с Киргизстана. Ну тут, опять же, чем непривычен, удивительно, сложен парный режим, параллельный формат. Это тем, что внимание разделяется на две части. То есть тебе нужно обрабатывать трассу, фокусироваться на сложностях трассы. Но и параллельно соперник отвлекает твое внимание. Если он обыгрывает, то это запускает внутри психические процессы, и они уже начинают тебе мешать. То есть там какое-то мышление про то, что все пропало у ее. Тело начинает реагировать скованно. Следующая пара, Альмина Ибрагимова, поедет по красному курсу. Яна Полянская, представляющая Сибирский федеральный округ, будет выступать на синем курсе. Третья в слаломе, вторая. В гиганте на первенстве России. Вторая в слаломе на первенстве России. Красноярская спортсменка. Ну что, это наиболее равная дуэль. Но, то есть Ибрагимова работает и поувереннее, и побыстрее своих коллег. Но, безусловно, Полянская, которая очень уверенно смотрелась на протяжении нынешнего турнира, спокойно доезжает до финиша. И теперь счет в этой серии 3-0 в сторону Сибиряков. Роман Нарчуганов. Против Ильгиза Баебасулова. Баебасулов на синем курсе. Нарчуганов на красной трассе встает в удобный ритм и пошпарил вплоть до финиша. Ну, по крайней мере, мы этого ему желаем. В своем ритме, но тоже достаточно уверенно работает Баебасулов. Чуть-чуть усложняется ситуация здесь у него, но он выправляется. Проигрывает 6,8 секунды. Команда Сибирского федерального округа проходит дальше. В 1-2 финала. Команда Сибирского федерального округа выходит в следующую группу. В полуфинал. У нас есть два пара на Сибири и Сибири, и это идет к... Ну и следующая пара – Москва и Башкортостан. Башкортостан представляет Ксения Подлибчук. Тимофей Кельджушкин, София Хамитова и Сергей Колесников. За московскую команду будут выступать Алика Аюпова, Александр Соколов, Виктория Маликова и Егор Харьков. Итак, Подлибчук сейчас на... На Красной трассе, на Синей – Москва. Алика Аюпова. Участики на старт. Красная готова? Готова? Синяя готова? Да. Внимание! Аюпова здесь лишь однажды попала в топ-15 на гигантском слаломе. Что касается Подлибчук, то она стала призером гиганта. Заняла второе место и финиширует сейчас с лучшим временем. Четыре десятки ей проигрывает «Москвичка». И пока счет в серии 1-0 в пользу Машкортостана. Результат по Красной трассе к Синей – Подлибчук 26.87. И результат у команды Москвы Алики Аюповой 27.26. Команда Башкортостана зарабатывает подбор. Тимофей Кельдюшкин на синей дистанции. Александр Соколов, представляющий Москву, поедет по Красной трассе. Победитель «Гиганта» на слаломе показал четвертый результат. Кельдюшкин – бронзовый призер первенства России в специальном слаломе. Его визави из Москвы «Гигант» закончил с шестым результатом. 18-е место в специальном слаломе здесь, в Междуреченске. Хейн – в Carryном Кельдюшке pools. Иesser communication sucks somebody to set theem альтома. Теперь можно узнать наическом лице, руководство Машкортостан, и Александр сынок за карьер в производство foi послал. Субтитры делал DimaTorzok 8.37 было достаточно для того, чтобы поделить третье место. Так что у Тимофея здесь два призовых результата. Ну и вот вам, пожалуйста, преимущества юрких спортсменов. Соколов очень миниатюрный, прямо как рыба в собственной воде чувствует себя на этом ритме, на этой дистанции. А вот Кельдюшкин чуть-чуть повыше, потяжелее. Ему здесь пространства явно не хватало. Ну и кроме того, как раз давил еще и вот этот психологический фактор. То есть когда ты видишь, что соперник от тебя уезжает, то соревнование перемещается в твою голову. Есть такой термин, да, то есть когда на тебя давят, у тебя разворачиваются внутри стрессовые процессы, и ты начинаешь сам себя ядом травить. То есть дальше уже твое тело реагирует на этот стресс как-либо, да. Ты начинаешь злиться, взвинчиваться, и тогда это или гипернапряжение, ломается координация, или наоборот, на хорошей злости ты догоняешь и решаешь задачу. Или это настолько тебя пугает, что ты просто замираешь, там все процессы останавливаются, и ты там тяжелым телом кое-как добираешься до финиша. Вот этим сейчас воспользовался москвич. Следующая пара это Виктория Маликова, которая едет по красному курсу, и Хамитова на синей трассе проигрывает две десятые секунды ей. Итак, Москва доводит счет 2-1. И напомню, что москвичи стали серебряными призерами первенства России. То есть, команда, во-первых, умелая, во-вторых, скатанная. Егор Харьков готовится выйти на синий курс, и Сергей Колесников из Башкортостана поедет по красной трассе. Колесников серебряный призер первенства России в комбинации. Вы видите, что по ростовесовым характеристикам ребята очень похожи друг на друга. Не сбивается Колесников, и это сбивает, в свою очередь, Егора Харькова. Потому что у того достаточно ритмично получилась первая часть дистанции. Развал начался, когда Сергей Колесников стал уезжать от него. Ну и считаем, по лучшему времени мужчины и женщины. Ну и вот по этому совокупному времени Москва выходит вперед в одну-вторую финала. Следующая пара Кузбасса и сборная Уральского федерального округа. Анна Супруна, Кирилл Новопашин, Задослава Титко и Максим Ураков представляют Уральский федеральный округ. И Екатерина Познякова, Глеб Шустав, Мария Пичугина и Даниил Ярусалимов будут выступать за команду Кузбасса. Анна Супруна сейчас на синем курсе. На красном Екатерина Познякова из Кузбасса. Показал десятый результат в Слалоне. Анна Супруна два пятнадцатых результата и в той и в другой дисциплинах. Поактивнее работает Познякова. Ну вот тут фотофиниш понадобится. Нет, не понадобился. Двадцать восемь. Понадобится. Всего лишь девять соток проиграла Уральскому федеральному округу. Екатерина Познякова из Кузбасса 28-47, а на Кузбассу 28-56. Проект вероятен, что вырабатывали с одной отчет. Попробуем с одной отчет. Давай, Глеб Шевелись. Шаг, шаг. Давай, давай, давай. Сразу работать. Анна Супрун на девять сотых секунды обошла свою визави и дает уральской команде одну очко. Итак, Кирилл Новопащин, представитель Урала. И его визави Глеб Шустав. Вчерашний бронзовый медалист специального слалома. Шустав на синем курсе. Кирилл Новопащин на синей трассе. На красной трассе. Синьер. Не слышу? Да. Внимание. Опа! Пока идут достаточно ровно. Шустав немножечко уходит вперед. Ну и финиширует с преимуществом в пять десятых секунды над Кириллом Новопащиным. 2-0. Нет, давайте возьмем пауз. Итак, по синей трассе Глеб Шустав показал результат 26-48. Я в коль Enough. Вот пока территория yours. И на Panel yang love you. Facultyня live in scников really is a員 mahaludan. What's up? My friend, what you do? Well, thank you. I said with a borneye. Good bye. It was all right. You are woofin nadie. You are woofin. давайте возьмем паузу на полную обработку результатов пока будем идти по актуальной картинке что есть то есть но потом мы подведем уже более корректную итоги поскольку сейчас разночтение в отношении первого заезда в этой паре мария пичугина представляет кузбасскую команду и ее соперница златослава титко титко работала по по красному курсу пичугина по синему в этой гонке пока выигрывает у нас максим ураков синяя трасса кузбасс уральский федеральный округ и даниил ярусалимов гузбасс на синей трассе на красной трассе простите ураков не поддается невзирая на то что где-то на пол створа он отставал но добирал 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 динамика была явно в догонку но все равно две десяточки он на проигрывает ну вот давайте будем верить хронометристом а 13 в пользу кузбасса итак следующая паркомата беларуси и дальневосточного федерального округа за последний выступает алисе жукова тимура царьков дарик салапова и артема гориславский белорусскую команду представляет арина протасовская кирилл борисеевич александра савинкова и никита скуратович по красной трассе жукова поедет по синей трассе арина протасовская жукова ровно выступала на этом турнире шестое седьмое место в гиганте и в слаломе протасовская едешь называется на свежего жукова активируется и выходит вперед где-то створ она выигрывает свои соперницы по этой дуэли мы совсем расстроилась белорусская горнолыжница замедляется перед финишем и и проигрывает много почти полторы секунды 0-1 на команда дальневосточных горнолыжников выходит вперед тимур царьков поедет за команду дальневосточного федерального округа по синей трассе и кирилл борисеевич по красный белоруссия царьков двукратный победитель первенства россии синяя трасса готова внимание здесь в междуреченске без медалей по крайней мере пока совершенно не хочет обеспечивать простой поездки своему сопернику кирилл борисеевич все у него получается ошибается царьков но возвращается в курсе второе очко царьков приносит ну и обоим здесь нужно поаплодировать поскольку оба бились борисе вич прямо определял давление все-таки здесь он определенной степени аутсайдером было и и не хотел сдаваться шел на максимуме ну и трудности были у царькова здорово что он с ними справился следующая пара это александра савинкова она поедет по красной трассе и дарья косолапова по синему курсу салапова медалистка слалома гонка прошла вчера ну вот несколько виражей прошли в синхронном режиме и на савинковую тоже стала давить она как раз тут не может в таком формате работать когда половина на трассу внимание уходит половину на соперницу и внимание дало сбой и координация дала сбой ну а косолапова видимо умеет во первых уверенно в себя во вторых умеет держать фокус на протяжении этих там секундочек сколько длится спуск именно на трассе и прошла беспроблемный спуск и так 3-0 в пользу дальневосточной команды артем гориславский поедет по красной трассе и никита скуратович по синий мы обещали обратить внимание на то как скуратович будет функционировать в компании более сильных соперников гориславский давит вчера выиграл слалом и это давление белорусский горнолыжник не выдерживает да все при нем он юркий динамичный спортсмен показал здесь 22 результат в гиганте но очевидно гориславский сегодня в лучшем настроении вчерашняя победа безусловно вложила в эту уверенность большую лепту итак 0 4 гузбасская команда команда дальневосточного федерального округа проходит в полуфинал и будет сражаться там с команды кузбасса и так полуфинал себе сибиряки против москвичей гусарова юревич полянское Норчуганов против Аюповой, Соколова, Маликовой и Харькова. Сейчас «Москвичка» на синей трассе и Софья Гусарова на красной. У «Москвичей» есть опыт медального выступления на первенстве России в этой дисциплине. Если говорить об этой паре, то у Софьи Гусаровой есть опыт медального выступления на турнире «Дети Азии». Победа в «Гиганте» и второе место в «Слаломе». Борьба двух команд Москвы и Сибирского федерального округа. По красной трассе стартует Софья Гусарова, Сибирский федеральный округ, по синей трассе Аюпова, Алика, Москва. Синяя трасса готова? Да, внимание! Ну и здесь будет и борьба техникой, борьба нервов. А Аюпова пока проигрывает. Это очень точно работает Софья Гусарова прямо на такой тоненькой траектории и в классном ритме ее тема. 1-0 в пользу сибирской команды. На красной трассе Софья Гусарова показал результат 26-26. На синей трассе Алика Аюпова 26-99. Девочки, дождитесь своей команды. Следующие участники Влад Юревича будет на синей трассе выступать. И Александр Соколов из Москвы на красной. Юревич здесь дважды серебряный медалист. Соколову шестое и восемнадцатое место. Ну и сразу ранняя ошибка. Соколов сходит с дистанции. Юревич спокойно работает свой спуск. По крайней мере, пока спокойно. Уж не знаю, там бы чувствует он, что что-то случилось с соперником. Но точно видели, что он ускорялся перед финишем. 2-0 в пользу сибиряков. 2-0 в пользу сибирского федерального округа. Следующая пара Яна Полянская поедет по синему курсу. Представительница сибирского федерального округа и москвичка Виктория Маликова. Горемычный сегодняшний призер супергиганта поедет по красной трассе. Почему? Потому что ее не пустили под своим вторым стартовым номером. Там не было защиты. Но она отработала гонку уже потом, в последних номерах. И все-таки сумела совладать с нервами и привести подиумное время. Третья она стала супергиганта. И вот сейчас она штампует створ за створом. Очень экономично работает. Запаздывает Полянская на красной трассе. Запаздывала с поворотами ее визави. Яна Полянская, серебряный призер первенства России в слаломе. И 2-1 счет в этой серии в пользу команды Сибирского федерального округа. Все будет решать пара Роман Нарчуганов против Егора Харькова. Нарчуганов по синей трассе поедет, по красной Егор Харьков. Нет, по красной Нарчуганов, по синей Егора Харькова. Нарчуганов выиграл сегодняшний супергигант. Выигрывает он и этот заезд. 3-1. Сибиряки проходят в большой финал. Москва в малый. Итак, год на конкурсе, результаты 26-54. Роман Нарчуганов по красной трассе 25-48. И так, за счетом 3-1 выходит финал команды Сибирского федерального округа. Яна Полянская и Роман Нарчуганов. Участники большого финала. Команда Сибирского федерального округа выходит в большой финал. Кузбасс против Дальневосточного федерального округа. Составы Олеся Жукова, Тимур Царьков, Дарька Салапова и Артем Гориславский. Дальневосточная команда Кузбасс представляют Екатерину Познякова, Глеб Шустав, Мария Пичугина и Даниил Иерусалимов. Жукова по красной трассе и Екатерина Познякова по синей трассе поедет. По красной Дальний Восток по синей Кузбасс. Практически равные соперницы. Десятой стала слалами Катя Познякова. В топ-десятку вошла и слалами и в гиганте Олеся Жукова. Познякова выходит вперед. Где-то полствора у нее преимущество, но здесь они, похоже, выравниваются. И вот сейчас, когда догнала Жукова для Познякова, это стало уже фактором давления. Она в итоге на это отреагировала с замедлением и проигрывает. Олеся Жукова приносит своей Дальневосточной команде один балл. Итак, победила красная трасса 27-48 Олеся Жукова и Екатерина Познякова. Следующий заезд Тимур Царьков, выступающий за Дальневосточную команду, будет работать на синем курсе. На красном его визави Глеб Шустов. Призер вчерашнего слалома. Синяя трасса готова? Да. Внимание. Царьков покрупнее. Сейчас немножко где-то на длину лыж отстает от Глеба Шустова. Старается, но не может добрать. И Шустов, похоже, сохраняет преимущество. Узбасская команда уравнивает счет. Дерека Салапова представляет женский состав Дальневосточной команды. Синяя трасса и Мария Пичугина поедет по красной трассе. 1-1. Косолапова стала призером соревнований в специальном слаломе. Хорошо сложена техника. Идут в целом ровно, но Косолапова потихоньку отъезжает от своей соперницы. Все-таки динамика ее езды поактивнее, поскорее. Итак, команда Дальневосточного федерального округа выходит вперед. 2-1. Итак, Дарья Косолапова побеждает в этом заезде, показав результат 27-27, приносит очко Дальневосточного федерального округа. Ну и решающая дуэль за выход в какой-либо из финалов определится этими молодыми людьми. Артем Гориславский лучший слаломист этих игр, победивший вчера против Данила Иерусалимова. Иерусалимов поедет по синему курсу, Гориславский по красной трассе. Синяя трасса готова? Вперед выходит Даниил Иерусалимов. Гориславский по логике вещей должен себя чувствовать сейчас уверенно и спокойно, потихонечку добирает. И вот сейчас эта линия, когда ребята уравниваются, она как раз является решающей. Потому что именно в этот момент соперник видит своего визави и может начать нервничать, может начать сбиваться. Почти ровный финиш команда Дальневосточного федерального округа по совокупности лучших времен мужской и женской стороны проходит дальше. Гузбасс в малый финал. По очкам команда Дальневосток 2-2, но сейчас будет подсчет. Результатов и у кого будет наименьшая сумма, тот выйдет в полуфинал. Финал. Ну, давайте дождемся до полной финализации результатов. А пока самые драматичные картинки, это и самые динамичные дисциплины. Здорово видеть, что у ребят это такая хорошо тренированная дисциплина. И в принципе мы и по результатам видим, что в командных соревнованиях на первенстве России, на других стартах, где этот вид проводится, у ребят была возможность обрести этот опыт. Да, пришло подтверждение результатов. И так в малом финале поедет Москва и Кузбасс. В большом финале за золотую награду будут сражаться команды Дальневосточного округа и Сибирского. Дальневосточного округа. Ну вот как по-разному выглядят тренеры разных коллективов. Литвинова старается на позитиве сейчас общаться и поддерживать своих ребят перед работой в большом финале. Сибиряки строгие, но справедливые. Какая задачка сейчас стоит? Ну, прежде всего, как-то немножко восстановиться после этих двух заездов. Все-таки они потребовали энергии мышечной и нервной. И перед финалом нужно перезарядиться. Хотя времени на этом нет совершенно. Москва на синей трассе, Кузбасс на красной трассе. Действительно, никакого переключения здесь не было. Буквально несколько минут и снова в работу. Снова на старт. Алика Юпова представляет московскую команду. И ей оппонирует Екатерина Познякова. Она поедет по красному курсу. Сейчас у нас будет разыгран малый финал. Извини, я в эфире просто. Москвы и команда Кузбасса будут бороться за третье место в командной гонке. И вот тут мимика и телесные жесты. Тренеры кузбанской команды все совершенно говорят. Здесь же в этом формате что важно? Быстрый старт и работать, работать, работать. Долбить один и тот же ритм. Что, собственно, разными способами он и доносит. На чем он и фокусирует свою спортсменку. Катя Познякова стала десятой в специальном слаломе. Алька Аюпова. Шестнадцатый стала в слаломе. Тринадцатый в гиганте. Я так периодически повторяю эти результаты сегодняшнего турнира за тем, чтобы нам все-таки контекст определять. Определять, чтобы можно было сравнивать соперников по их актуальной форме. Активизируется Аюпова. Она так работает с чуть-чуть более выраженной вертикальной работой. Познякова идет с чуть-чуть более спокойной динамикой. Но, похоже, получается быстрее. Вот сейчас москвичка ускоряется перед финишем и выигрывает этот заезд. Хотя первую половину дистанции Познякова шла на вот этой лаконичной своей технике, но на очень убористой траектории. И быстрее, где-то на длину лыж, опережая Альку Аюпову. 1-0 Москва. Вторая пара. Глеб Шустав. Он поедет по синей трассе, по красной Александр Соколов из Москвы. Сейчас по красной трассе поедет спортсмен Москвы Александр Соколов. По синей трассе... Сейчас и киностарм. Красная трасса готова? Синяя трасса готова? Внимание. Шустав, бронзовый призер Слалома. Оба благополучно стартовали. Вот здесь завалился на внутреннюю ногу Глеб Шустав. Два поворота он испортил в этот момент. Соколов выходит вперед в своей такой компактной технике, ничего лишнего. Ну и сейчас Соколов тоже немножко теряет траекторию. Но все-таки, видимо, видимо, на половину длины лыжи выигрывает у своего кузбасского соперника. И 2-0 Москва ведет. Напомню, что москвичи стали серебряными призерами первенства России в этой дисциплине. Сейчас они борются за бронзовые награды. Мария Пичугина будет ехать по синему курсу и Маликова по красной. Маликова-Москва, Пичугина-Кузбас. Синяя трасса готова? Да. Внимание. Тут все так скоротечно, что просто полный фокус на дистанцию и только на ритм. То есть позволяет телу работать автоматически. Вообще ничего нельзя, не нужно считать головой, только настрой на вот этот автопилот. И у Виктории Маликовой это получается прекрасно. 3-0 Москва выходит вперед. Ну и берет бронзовые награды. Чем бы не закончилась вот эта дуэль, дуэль решающая Данил Ярусалимов, представляющий кузбасскую команду против Егора Харькова. Он поедет по синему курсу, представляющий Москву. Уже сейчас понятно, что это будет скорее спуск авторитета. И на трассе у нас будет стартовать Данил Ярусалимов. Частенький на старте. Трассная трасса готова? Синяя трасса готова? Да. Внимание. Чуточку подвисает на старте после открытия калитки Егора Харькова. И этим воспользовался его соперник. Но Ярусалимов заваливается на внутреннюю ногу, ошибается, быстро восстанавливается. Игорь Харьков не теряет темпа. Харьков добирает. Но вот тут фотофиниш важен, потому что атака московского горнолыжника пришлась на последние пять створов. Игорь Харьков приносит к своей команде еще одну очко. 26.44, 26.71, то есть три десятой секунды в пользу Москвы. 4-0. Бронзовые медалисты Игорь Дети Азии становится московская команда. Софья Гусарова, Владислав Алика Юпова, Александр Соколов, Виктория Маликова и Егор Харьков. Ну а вот эти команды решат судьбу золотой и серебряной награды. Софья Гусарова, Владислав Юревич, Яна Полянская и Роман Нарчуганов. Сибирский федеральный округ. И Олеся Жукова, Тимур Царьков, Дарья Косолапова и Артем Гориславский, представляющий Дальневосточный федеральный округ. Олеся Жукова сейчас поедет по синему курсу, по красной трассе Софья Гусарова. Обе великолепные сломанистки. Гусарова здесь дважды на подиуме. Ну и на старуху бывает проруха с бой, не согласующийся с дальнейшим продолжением спуска. Гусарова выходит из борьбы, а Олеся Жукова финиширует и приносит своей команде очков. Вторые номера, Влад Юрьевич, он сейчас поедет по синей трассе против Тимура Царькова. Лучшего гигантиста первенства России. Он по красной трассе будет работать. У Юрьевича результаты совсем не хуже здесь уже на Играх Азии. Два вторых места. Царьков здесь без медалей. Немножечко вперед выходит Царьков. Никакого разрушительного впечатления это на Юрьевича не оказывает. Но, похоже, Царьков все-таки урывает соточки в свой... Нет, Юрьевич. Юрьевич, один-один. Царьков показал результат 25-61. А Владислав Юрьевич приносит очко Сибирскому федеральному округу с результатом 25-61. Дарья Косолапова по красной трассе поедет. Это и Яна Полянская из Сибирского федерального округа на синей трассе. Серебряный призер первенства России в слаломе. Яна Полянская с Солаповой на полствора сейчас впереди. На автомате работает. Прямо давит на Полянскую. Ошибается. Но снова нужен фотофиниш. Похоже, что Полянская все-таки чуть-чуть быстрее. Офигня вообще не сына. Да. 2-1 в пользу Сибирского федерального округа. И решающая дуэль. Роман Нарчуганов, сегодняшний победитель в Супергиганте против Артема Гориславского, вчерашнего победителя с лалома. Гориславский по синему курсу, Нарчуганов по красному. Синяя трасса готова. Да. Внимание. Ох, привалился немножко Гориславский. Нарчуганов идет пока без сбоев. На створ впереди. Ему все удобно. Нашел удобную стойку. Ускоряется. И это давление не выносит Артем Гориславский. И сходит с дистанции. Ну что, сборная Сибирского федерального округа берет золотые награды. Серебряные достаются дальневосточным горнолыжникам. Поздравляем Ксению Гусарову, Владислава Юрьевича, Яна Полянская и Роман Нарчуганов. Олеся Жукова, Тимур Царьков, Дарья Косолапова и Артем Гориславский. Наши поздравления также и им. Итак, сибиряки первые, дальневосточные горнолыжники вторые. И москвичи сегодня взяли бронзовые награды. Елизавета Кожевникова, прощаемся с этими замечательными ребятами, их воспитателями и тренерами. Ну и с Междуреченском тоже. Игры Азии в их горнолыжной атерации на матч ТВ завершаются. Благодарю коллег, работавших на месте проведения соревнования. Всего доброго. До новых встреч на матче. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Уважаемые участники команд города Москвы, Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа, пожалуйста, подойдите к сцене для церемонии награждения. Команды Москвы, Дальневосточного федерального округа и Сибирского федерального округа ждем вас у сцены. Субтитры создавал DimaTorzok Люди спускались за бой, словно в последний бой Шли глубоко под землей с киркой и модом Кузбасс — это каждый из нас Кузбасс — это ты, это я Кузбасс — наша совесть и вера, что все будет лучше Кузбасс — это каждый из нас Кузбасс — это ты, это я Кузбасс — это уголь и глаз, что живет в нашем сердце Кузбасс — это ты, это ты, это я Кузбасс — это уголь и глаз, что живет в нашем сердце Кузбасс — это ты, это я Кузбасс — это ты, это я Кузбасс — это ты, это я Кузбасс — это ты, это ты, это ты, это я Кузбасс — это ты, это ты, это ты, это я Кузбасс — это ты, это ты, это ты, это я Кузбасс — это ты, это ты, это ты, это ты, это ты, это я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это наша страна Себе запомнит точно наши имена Эти игры нас объединят Пусть мы достали, где победа Вище дай руку мне Реально всё то, о чём мечтаю с тобой Открой ты сердцем миром вместе со мной Вижу я и ты, силу равных и любовь Я держу за руку друга крепко и вновь Знаю, что запомню я эти дни навсегда Ведь это спорт жизни, весь это ларится Это наша зима Мы дышим вместе, они будут ухом дырят Это наша страна Себе запомнит точно наши имена Это наша зима Мы дышим вместе, они будут ухом дырят Это наша страна Себе запомнит точно наши имена Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Начинается церемония 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 Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому За третье место награждается команда Дальневосточного федерального округа За первое место награждается команда Сибирского федерального округа Дальневосточного федерального округа Дальневосточного федерального округа Подарим громкие аплодисменты победителю и призерам Дальневосточного федерального округа Здесь боди Ост demonst Cohuti Даль 되� wtedy Даль 미ц Продавайте Дальлив extraordinário Продолжение следует... 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 Продолжение следует...